1xbet. Надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. Тем более, что моменты возникали, чего не хватило, чтобы более выиграть? Не знаю, у нас задача была самая главная выиграть. Мы её выполнили, не пропустили, выиграли 1-2. Были ещё моменты, могли забить, но 1-0 тоже нормальный счёт. Очень сильно сегодня обновился состав. Вышли сразу четыре новых хулистов, в том числе калкипер. Перед матчем как-то отдельно на это внимание обращал. Максим Каррера что говорил, как настраивал всех в самом деле? Да нет, но все же ребята находятся в основном в составе. Большая группа и ротация это как бы дело тренера. Никаких установок необычных не было. Всё было в принципе пообычному. Вы вышли больше с задачей на последние 20 минут обострить и постараться второй гол забить или больше надёжды в боро не сыграть? Ну нет, я же крайний полузащитник. Нужно было выполнить свою задачу и впереди и сзади помогать. Вы вышли вместо Саши Ломовицкого, который на сборах такую работу проделал, произвёл фурор. Вот как сегодня вам его игра? Молодец. Мне кажется, для дебюта он очень хорошо сыграл. Молодой парень. Я думаю, у него хорошая карьера будет. А вам вот не сложно было психологически? Ну вас приглашали в общем-то на эту роль. Есть ещё Самедов. И тут вы оказались в запасе. Никаких не испытываете сложностей психологических? Какие могут быть сложности? Это первая игра в сезоне. И я думаю, что конкуренция никому не вышла. Ну как переход на Спартак, наверное, вы думали, что конкурировать будете там с Педро Рошей, с Самедовым больше. Батцей и Ломовицкого. Я не знаю. Если вы про Ломовицкого хотите узнать, я могу сказать, что это очень хороший футболист, а моё дело работает, чем я и буду заниматься, а кто в составе будет играть, это будет тренер. Что скажете об Оренбурге? Показалось, что они были готовы пять защитников выставить и быстрый гол. Только их немножко раскрыл, да? Ну да, хорошо, что забили быстрый гол, потому что если бы в первом тайме не забили, команда почувствовала бы все силы и более мотивирована была. Так хорошо, что мы забили на первых минутах, но тоже нужно было идти в атаку. Когда сталкивались с Сергеем Тереховым на фланге, были какие-то особые, так сказать... Ну, перед выходом на второй тайм я разминался, пересекли взглядами, подошли, поздоровались и всё. Ну, на поле уже как бы не было времени разговаривать. Ну и в целом, можно назвать хорошим такое начало чемпионата для «Спартака»? Ну, конечно, мы выиграли 1-0, хорошее начало. Буквально пару месяцев назад, когда здесь был ударь в «Спартак-Динамо», мы были в другую сторону. Ещё был такой эмоциональный момент, когда с Артёмом Рыбровым вы потолкались сейчас, вот вы в «Спартаке», какие эмоции после этого? Как с Артёмом пообщались после этого на команде, оказались? Да, с Артёмом нормально, он меня хорошо встретил в команде. Тем более, после того матча, в интервью я и он, мы сказали, что это всего лишь эмоции были. И я думаю, что мы уже после этой игры могли подойти, там, и поджать руки. Артём, как бы, лидер этой команды, взрослый игрок, и он меня очень хорошо встретил, за что я ему отдельно благодарен. Также нас в болельщике очень хорошо встретили, обращая аплодисменты. Как придало уверенность в себе? Ну, конечно, да, когда, сколько сегодня, 36-37 тысяч было болельщиков. И когда они так приветствуют, это придаётся им, конечно. Спасибо. Спасибо, удачи. Спасибо.